всем привет это руслан левиев заключительная сводка этой неделе первая сводка этого августа две тридцати лета уже как видите прошло мы у нас довольно таки редки бывают такие ситуации когда мы можем начать сводку на фоне хороших позитивных новостей но я думаю учитывая что мы два с лишним года живем прям совсем в тотальном ужасе нужно все-таки такие моменты когда выдаются некоторые позитивные новости отдельно подсвечивать не пропускать их мимо потому что нужны иногда перерывы переключаться с негатива чтобы просто банально не сходить с ума поэтому я как бы здесь могу только поздравить всех близких родственников друзей и тех кого вчера осводили в результате обмена мы ждем их скажем так на нашем информационном паприще потому что как вы прекрасно знаете подавляющее как минимум подавляющее большинство из этих обмененных они активно до заключения выступали против войны против режима путина особенно илья яшин который сидел ровно по той же самой статье по которой меня осудили заочно поэтому это значительно будет прибавка к нам и людям которые активно в информационном плане как минимум противостоят текущей ситуации текущей войне надеюсь что с ними все будет хорошо надеюсь что не смогут сейчас отдохнуть поправиться и в скором времени мы их увидим уже в привычном образе где-нибудь видеороликов на youtube на youtube но также призываю не забывайте что на самом деле еще полным полно политических заключенных остаются в следственных изоляторах в тюрьмах потому что за эти два с лишним года по разным статьям было посажено гигантское количество людей я здесь сошлюсь на данные овд-инфо что больше 2700 человек преследуют по политическим мотивам вот прямо сейчас текущий момент 1289 из них находятся в изоляторах или колониях и уже на данный момент 10 человек скончались не успев выйти на свободу давайте о них тоже не забывать любой из вас может написать им письмо есть инструкции там на росузнике на овд-инфо погуглите и пожалуйста как бы поддерживайте этих людей потому что нам важно обо всех них помнить но теперь доверем давайте вернемся космо нашей основной работе потому что война не закончилась все еще нам нужно продолжать работу нужно продолжать бороться против этой войны прилагать все возможные усилия для того чтобы как можно скорее то война закончилась что у нас такого важного произошло за неделю ну во первых продолжается подвижение российских войск на очеретинско-покровском выступе как бы я бы его так называл давайте посмотрим как ситуация изменилась за последние дни ну во первых самые обширные изменения конкретно вот на выступе в сторону покровска собственно вот он покровск такая такая одна из целей российских сил и собственно вот этот самый выступ если говорить за последние вот буквально там пару суток сколько последние наши сводки где где со мной то вот так вот изменился фронт здесь на этом направлении то есть они смогли зайти и захватить поселок веселое вот этот вот продвинулись в сторону гродовки вот и в целом немного расширили свои позиции около желанного сергеевки и около и ивановки если же судить за неделю давайте посмотрим как она изменилась за неделю вот то тоже как видите довольно таки заметно продвинулись в целом я нам как я считаю что они сейчас захватывают такие довольно таки мелкие населенные пункты и давайте я вам даже покажу такой спутниковый снимок как это выглядит на спутниковый снимок территория вокруг вот посмотрите вот собственно поселок веселое который он захвачен ну вот видно даже сейчас так насколько он мелкий рядом вот поселки желанные сергеевка до этого захваченные волчья прогресс вот насколько они маленькие ивановка на маленькая продвижение около тимофеевки вот здесь тоже это очень мелкие поселки а вот дальше после веселого будет довольно таки миссионный пункт покрупнее это гродовка и я думаю что скорее всего когда когда подойдут гродовки темпа заметно замедлится потому что это уже не какой-то маленький поселок где уже толком никто не живет и не говоришь типа не прям совсем восстановится но как я подозреваю что темп уже будет нет не таким как вот он сейчас дальше что касается другой части этого большого фронта фронта кого авдеевско-покровского скажем так давайте переведем к нему а именно это турецкое направление просто сейчас это этот большой участок фронта директно таких два направления одно это очеретинско-покровская еще называть его очеретинско-мирноградскому что вот он мирноград вот а второй это турецкое направление здесь тоже есть небольшие продвижения российских сил вот можем дать и опять же сравним за последние вот пару дней как она изменилась немножечко совсем продвинулись если сравнить еще за неделю то как ведь в основном около стендам зализного пивденного там продвинулись а российские на войска и здесь я бы отдельно отметил что опять же если мы посмотрим на спутникова с ним как как это вы это района выглядит то вот с учетом позиции российских сил прямо сейчас то как видите между нью-йорком где сейчас идут активные боевые действия и зализным осталось довольно таки немного пространства и территории то есть между ними еще вот не липовка поселок находится но в принципе можно в скором времени ожидать что во первых захватят нью-йорк потом пойдут на не липовку и потом этот вот эта территория она просто скорее всего схлопнется потому что перекроет это собственно на дорогу но пока что все еще бои идут в нью-йорке оттуда поступают видеозаписи как вот контрат атакуют украинские силы в том числе берут в плен российских солдат поэтому как видите продвижение там не такое сильное и в целом по всей этой ситуации которых я вижу просто по комментариям соцсетях по комментариям наших трансляциях эта ситуация особенно пугает аудиторию то что не вид как как быстро продвигаются российские войска прямо сейчас как бы в ответ на это я бы отдельно подсветил например мнение украинского обозревателя константина машевца который во первых показывает тот тот же момент который я подсвечивал что российским войскам к сожалению удалось пересечь барьерный рубеж по реке волча давайте напомню вам что что имеется в виду то есть я вам до того как они пошли от прогресса в сторону веселого и желанного я вам рассказывал что я ожидаю его сейчас буду здесь рисовать что скорее всего они дойдя до селовки первой захватя ее дальше будут заниматься выстраиванием обороны вот по этой линии потому что вот она вот я сейчас прочитал по реке волча естественный водный рубеж довольно таки удобно здесь захватить эту территорию и строить там оборонительные позиции и уже только потом заниматься наступлением там вот дальше туда туда и так далее но как вы видите здесь по каким-то причинам видео из-за нехватки сил украинских у российским войскам удалось по железной дороге пойти еще дальше то есть пересечь реку волча и продвинуться в сторону там вот веселого сергеевки и желанного то есть надежды на то что водные водная преграда станет естественно естественным таким барьером и поэтому барьер украинские силы будут строить оборону и не пускать россиян дальше она увы к сожалению не оправдалась константин машевец это объясняет тем что данном направлении есть превосходство российских сил особенно воздушном компоненте и артиллерии поэтому и российские войска и смогли пересечь этот такой водный рубеж и по его же мнению сейчас главной такой задачей скажем так российских сил на этом направлении главным смыслом атаки от прогресса и очередь в сторону покровска является максимальное вклинение вот на территории вот к собственно к северо-западу то есть так что-то у меня вот это черно как раз он рисует попробуем сейчас секунду вот так вот то есть максимально вклинение сюда и здесь ключевые населенные пункты которые он описывает это конечно же покровск мирноград малиновка три вот таких вот населенных пунктов то есть это те пункты которым российским войскам хотелось бы выйти потому что от покровска идет вот этот ракадная трасса которая сейчас выделяю сторону константиновки соответственно если представим что российские войска ну допустим дошли до мирнограда вот этого и смогли его там захватить большую часть тем самым они отрезают эту дорогу ракадную идущую на константиновку и уже только этот факт сильно осложняет ситуацию торецкого направления вот который находится в той стороне и соответственно облегчает задачу дам до захвата территории на торецком направлении поэтому к чему собственно константин машавец ведет что несмотря на вот все текущие темпы российских сил это им дается высокой ценой и мы это тоже отдельно подтверждаем и это видим и по данным медиазоны и по нашим собственным данным сколько мы видим потерь соответственно невозможно два таких основных направлений внутри одного фронта очеретенская покровская и тарельская постоянно так настолько активно поддерживать придется выбирать какое направление делать основным и куда перебрасывать основные силы и поэтому наиболее очевидным для них является направление краски от прогресса очеретенную сторону покровска мирнограда малиновки чтобы тем самым как бы дойти до трассы перерезать снабжение и дальше им уже будет легче воевать на торецком направлении вот поэтому ожидать что скорее всего это направление станет основным а торецкое вспомогательным константину швец ожидает еще в этом контексте я бы отдельно подсветил комментарий владимира зеленского и французскому зданию лимонт он в интервью сказал следующее что мы не считаем точнее мы не можем отправить на фронт бригады подготовленные во время мобилизации но он имеет ввиду те бригады которые были сформированы после ужесточения законов мобилизации как как я понял потому что как мы помним спустя какое-то время после ужесточения мобилизации после мая был комментарий зеленского что у нас сейчас сформировано 14 бригад от нас все эти это тогда немножечко удивило что ничего себе как-то как-то очень быстро как как они так быстро сформировали 14 бригад может быть это просто планы но вот сейчас уже ожидаемо зеленский конкретизирует это немного иным образом говоря что мы эти 14 бригад не можем сейчас отправить на фронт потому что из этих 14 бригад укомплектована ну то есть все это как вы так понимая вооружено только три вот это какой-то такой посыл сторону западных союзников что дайте нам больше оружия чтобы остальные бригады вооружить и отправить на линию фронта то есть это как бы еще один косвенный аргумент подтверждение того что людей не хватает на линии фронта и поэтому собственно там они и продвигаются россияне вот на том же тарецком направлении на покровском направлении и и так далее плюс и еще в целом в городские в духе всех моих недавних комментариев по поводу ситуации непобеды и прочего он опять сказал что мы хотим видеть представителей россии на втором мирном саммите который должен пройти в ноябре ноябре потому что этого хотят большинство стран говорит зеленский вот но он надеется что нужно добиться каких-то результатов и надеется что они не будут на россияне не будут блокировать общий мирный план хотя как мы знаем обе стороны включат в свои идеи мирного плана те условия на которые вторая сторона заведомо не готова так что посмотрим но пока что тогда это больше выглядит как такое заявление на фоне грядуем идущих президентских выборов в америке на случай если все-таки на трампа победит так что посмотрим как она будет происходить в ноябре до него как видите осталось не так уж и много время летит достаточно на быстро одна из главных новостей этой недели которая все еще до конца не ясна это прибытие самолетов в 16 потому что я думаю вы видели в эти дни много и просто сообщений что в 16 прибыли и фотографии каких-то и может быть даже какие-то на видеозаписей но почему бы что ситуация не ясна потому что есть статья блумберг что типа да в 16 уже прям прибыли в украину 6 штук от нидерландов ну собственно как и ожидалось но это просто со ссылкой на источники это не какое-то официальное заявление кто-то может парировать сказать что а вот есть заявление можно так назвать министр иностранных дел литвы габриэль лансбергер сам который написал что f16 в украине еще одна невозможная цель оказалась вполне возможной но мы не знаем на основании чего он это пишет возможно министр просто тоже прочитал статью блумберг и на основе нее и написал этот этот вид в твиттер так что как бы сложно на это ориентироваться игры что типа вот официальное подтверждение что в 16 уже точно в украине вот официальное лицо в этом заявила нам так сложно говорить по поводу фотографии f16 надо львовом который вы наверно видели вот подобного рода есть в них сомнения потому что я видел появившиеся сообщения в украинской телеграм-канала что на самом деле якобы это снимки еще двадцать второго года причем вы на них при фотошопе на эти f16 как будто бы так как каким-то администратором телеграм-канала прикололись вроде бы как не знаю так это или не так качество куска фотографии где в 16 мало чтобы не по нему определенно сказать что там это точно фотошоп или это точно не фотошоп поэтому пока что просто есть сомнения в этих фотографиях было еще снимок опубликованный в издании думская кажется но там тоже как-то есть сомнения то что есть как бы контр-аргументы других телеграм-каналов исследователи когда говорят типа это тоже фотошоп так что пока что на данный момент увы мы вот мы команда сайте все еще не можем прям однозначно подтвердить что f16 все прибыли в украину хотя я не чтобы опровергают новость звучит правдоподобно то что мы уже ожидали как раз таки примерно в это время что не прибудет но прямо однозначных фактов мы пока что не увидели ну и украинская сторона как всегда ну в принципе она делает правильно просто по сути отказываясь комментировать эту тему они интернет то есть они горжи типа мы отказываемся подтверждать это не чтобы опровержение то есть они не да не нет мы не скажем вам типа прибыли не прибыли вот поэтому здесь тоже не невозможно сослаться и американская сторона тоже говорит типа мы не ответим вам на этот вопрос это прерогатива украинских сил распространять такую информацию или нет сообщать там какие вооружения прибыли какие не были обращайтесь к украинцам за такими вопросами так что пока не ясно вот но в любом случае 6 самолетов это пока не такое большое количество ну и я не думаю что мы их даже если если не прибыли не думаю что мы их сразу увидим где-то в применении именно прям в контексте именно линии фронта там удар по каким-то одноземным позициям россиян или стрельба в сторону какого-нибудь там российского самолета летающего где-то там автолаг вряд ли мы такое увидим в ближайшее время а вот прямо перехвате в плане перехвата российских кралотых ракет в принципе такое возможно подождем последним за этим на следующей неделе кстати по фронтам одну вещь я забыл вам сказать а на этой неделе также была курсировал ряд слухов в з-каналах как где писали следующее что в очередной раз там в третий раз ситуация с трубами повторилась что имеете ввиду мы помним ситуацию с авдеевкой где российские силы они скажем так как бы как бы это правильно назвать расконсервировали не знаю или как-то расчистили подземную трубу которая шла в один из таких крайних районов авдеевки под землей вот и они по трубе смогли пройти и выйти как бы в тыл к украинским силам тем самым там часть территории быстро захватить это уже как бы есть установленный факт там его и фото и видео а то дополном полно все об этом знают потом повторялся к ситуации по-моему еще где-то не помню где вот ну и вот сейчас на этой неделе ходили такие вот посты типа вот в третий раз снова такая ситуация повторилась российские войска по какой-то трубе прошли в основную часть города часов яр и атакуют микрорайон новый который находится за каналом северский донец-донбасс давайте я вам покажу на схеме карте это собственно вот он часов яр как видите по дип-стейту ничего подобного пока не видно него никого канала не не пересекали что иметь на виду в этих разговорах что вот он дошла что к почему черно-то рисуще так сцену сейчас секунду вот он канал северский донец-донбасс проходит так немножко неровно ну ладно вот сервис канала гонезан донбасс донец-донбасс и якобы вот здесь вот российские силы по какой-то подземной трубе как будто бы пересекли этот канал и атаковали микрорайон новый собственно вот он микрорайон новый города часа фьер когда мы увидели это сообщение это нас прям сильно удивило типа что-то труба такая которая проходит под канала канал это и так само по себе как бы вырытая часть земли а тут еще и канал рыть под 80 а тут еще и трубу рыть под канала что-то странное такое в итоге появилась видеозапись по которой стало очевидно что речь идет не не про кое не не трубу ничего подобного это мост и на виде этой видеозаписи мы видим как идут российские солдаты по этому мосту именно по мосту пересекают канал северский донец-донбасс и заход микрорайон на новый и по ним отрабатывают там украинскими бесплодниками но вроде бы как на данный момент это атака отбита а никаких вот таких вот новых операций по трубных операций давайте назовем их так мы подтверждение этому не видела так что пока что это только байки вот ну будем за этим дальше мы тоже следить еще тоже громкая тема этой неделе это вертолет ми-8 около донецка он в основном эта новость стала громкой из-за того что изначально это пошла новость о всяких затканалах таких как файтер бомбер алексей воеводы и алексей воеводы как раз написал я не помню сейчас дословно как это звучало что-то в духе того что была были предположения что на взлете вертолет подхватил украин перехватил украинские в пиве то есть украинский пиве подождал пока это будет взлетать и ударил по нему и таким образом его уничтожил и он там писал что типа к сожалению эта информация подтвердилась давно-давно пытались украинцы и вот подтвердилось это заметил наш любимых в кавычках автор forbes дэвид акс тоже написал об этом большую статью на английском типа украинским силам впервые удалось с помощью пиве дрона уничтожить российский военный вертолет ну а поскольку об этом написал sound forbes на английском языке то конечно это моментально разнеслось по всем там телеграм-каналом по всем источникам типа вот это точно как установленный факт хотя если вы зайдете опять же к первоисточнику кто об этом впервые сказал про fpv-дрон который попал по вертолету это сказал алексей воевода и отмутать на два поста ниже то увидите что он написал что типа я перепроверил информацию связался с людьми на местах оказалось типа нет это был не fpv-дрон а хаймерс прилетел по площадке где был этот самый вертолет так что пока что никаких даже косвенных аргументов в пользу того что якобы якобы fpv-дрон перехватил вертолет нету это пока что просто байка который изначально же автор и сам же я проверк вот по самому вертолету говорят что был росгвардейский вертолет то есть не минобороновский говорят что он занимался эвакуацией раненых и есть первые некрологи на погибших и там по некрологу видно что это люди которые занимаются медициной и в целом пока что я не встречал точных данных по погибшим есть вот такие вот посты и комментарии телеграм-каналах что вот там погиб реаниматолог погибли медсестры пилоты раненые которых вывозили они тоже погибли здесь пишут вообще там типа 20 человек погибли вот но пока что это такие вот слухи нет конкретных то есть кто-то точно погиб то есть есть прям уже конкретно у меня но сколько пока мы на данный момент не знают не знаем что касается ударов по группам эвакуации то есть я как вы помните много раз об этом сколько говорил что удары по группам эвакуации это военные преступления нельзя по ним бить как бы вы там не пытались оправдать что типа это люди у которых нету там не знаю условных нашивок что они не являются под должности медиками чем такое эти оправдания как бы никак не канают а вот в данном случае мы не знаем как это выглядело то есть когда мы видим примеры как fpv дрон бьет по группе эвакуации на земле где пиши солдаты идут там обычно это отчет отчет либо считывается как это видишь в глазами что это точно группа эвакуации ну почему потому что ты видишь как допустим два или четыре человека несут носилки на которых лежит человек очевидно это группа эвакуации то есть как бы не нужно там за телепатические способности чтобы понять что это группа эвакуации по ней бить нельзя а вот когда мы идем дело имеем дело с вертолетом который стоит на площадке как там отличить что он данный момент везет раненых что это не подвоз людей или снабжение куда-то там к линии фронта мы не знаем как как вертолет обглядел были на нем какие-то знаки с красным крестом условным каким-нибудь был ли он военный ливрея или он был условно будем там гражданской ливреи вот мы ничего этого не знаем поэтому на данный момент мы не можем сказать понимали ли украинцы которые наносили этот удар что они бьют по по сути по группе эвакуации мы этого не знаем но сам факт того что не 8 потеряли есть какое-то количество погибших есть какое-то количество ранних это подожженный факт это было под донецком произошло еще одна громкая тема этой недели которая так прям завирусилась на фоне протестов происходящих в венесуэле люди нашли видеозапись где стоят какие-то там венесуэльские то ли военные то пыль то ли полицейские не знаю я в этом не разбираюсь вот им видимо когда их инструктирует по поводу подавления протестов как я понимаю и вот люди обратили внимание на нашивку этого человека который стоит тут справа ну как видите однозначно по ней сложно понять что там за нашивка но считывается такой вот образ как будто бы похоже на нашивку группировки вагнера и как часто поскольку это такая хайповая тема и людям хоть хоть хочется увидеть именно это то они уже прям пошли понесли так формате утверждения что типа вот смотрите группировка вагнера в венесуэле помогает разгонять протесты еще утверждают что типа якобы этот человек с этой нашивкой он типа не похож на венесуэльца не знаю как они на этом качестве это рассмотрели я не вижу что он какой-то менее венесуэлец чем какие-нибудь там другие из этих солдат на этом видео или или как человек который вот тут стоит что-то докладывать он для меня не выглядит каким-то там супер европейской внешностью словом качество видео здесь здесь не хватает и дальше что касается самой нашивки во первых качество видео не позволяет установить точно ли это нашивка вагнера нашивки с черепами это такой самый естественный элемент для силовиков любых военных спецназовцев полицейских есть миллиона вариаций разных видов нашивок из разных стран где так или иначе используется череп в центре поэтому мы не знаем то вообще группировка вагнера или нет даже в рамках группировки вагнера есть очень похожая нашивка которую они делали для своих до своей ширмы она называлась айсис хантерс для тех кто не знает напомню что изначально нашивка айсис хантерс который будет очень похоже она как бы преподносилась как нашивка сирийцев которые никак с россиянами не связаны как как это типа самостоятельное подразделение действующее в сирии воюющее против игиловцев у него была прям такая же нашивка так вот во первых есть куча очень похожих нашивок с черепами то есть мы не знаем точно ли нашивка группировки вагнера дальше окей допустим все таки что это действительно нашивка группировки вагнера и человек который стоит в этой толпе у него почему-то нашивка вагнера на плече значит ли это что он на наемник группировки вагнера нет не значит потому что это довольно таки распространенная практика когда дружественные силы они как бы крепят на себя там нашивки дружных других сил самый такой пожалуй яркий пример который я могу провести из нашей практике это год примерно 16 по где-то так мы занимались расследованиями войны в сирии и там активно действовали российские силы специальных операций на земле прям они активно кооперировались с местными про садовскими группировками различными в том числе с хизбаллой и было много видео где российские силы специальных операций военнослужащие ссо носят на себе нашивку хизбаллы вот он прям пожалуйста конкретный пример вот российский ссошник стоит и вот него на плече нашивка хизбаллы значит ли это что военный который здесь вот стоит это как бы член хизбаллы нет не значит он просто накрепил на себя дружественную нашивку не более того вот поэтому даже если это в том видео с венесуэла это нашивка группировки вагнера это ни о чем не говорит по поводу того что якобы раньше были зафиксируют факты присутствия группировки вагнера в венесуэлы нет не были были отдельные элементы просто типа охранных служб каких-нибудь чопов консультантов по безопасности такое было но вот фактов подтвержденных что на прицеле группировки вагнера присутствовали в венесуэле не было за все это время это был очень популярный миф очень популярный слух но ни одного факта ни разу и подтверждено и приведено не было вот так вот так что на данной ситуации вот это вот заявление типа вот смерти в группировки вагнера помогает разгонять протесты в венесуэле это полнейшая чушь это выдумка и полнейшая хрень а такое вот наше мнение по этому поводу при этом что касается самих сил специальных операций на этой неделе была громкая история о том как одна из групп ссо российских попала в засаду в лесах черниговской области и они понесли там заметные потери того убитых то ли пять то ли шесть человек есть а в том числе публикации телеграм-каналовочка у гпу где не прямо назад прямо по именам и по званиям всех погибших этой группы группы ссо и есть фотографии с телами ну я не конечно не могу их показывать вам здесь в ю тубе где видно экипировка где видно вооружение и аналогичную экипировку и вооружение нашли на вот справочных фотографиях силы специальных операций россии мы не утверждаем что вот на этой фотографии присутствует именно тех кого убили но они в таком такой же форме в общем так что ссо российские понесли потери на этой неделе довольно таки заметны следующую новостью хотелось бы коснуться это я помощь украине в ближайшее время украина получит транш первый в этом году от америки именно денежный на сумму 3 миллиарда 900 миллионов долларов это транш для того чтобы выплатить зарплаты учителям сотрудникам гс чс сотрудникам госорганов выплаты временно перемещенным лицам малобеспеченным семьям и людям с инвалидностью потому что как я как я это приводил на предыдущей сводке тоже вся ситуация с войной ситуация с мобилизацией она по понятным причинам очень сильно бьет по экономике и поэтому денег банально не хватает поэтому приходится полагаться на том числе финансовые вливания от западных партнеров этот первый транш будет от америки денежный в этом году для бюджета на украине такой привет дальше еще на этой неделе как видите появилась такая громкая новость что во первых теперь единовременная выплата от федерального центра за подписание контракта с моборной россии за то что ты отправляешься на войну будет не 195 тысяч рублей а 400 то есть удвоили сразу сумму и явно это говорит о том что не хватает людей на фронт на войне нужно больше не успевать за за планом утром плюс далее не то чтобы указание это скорее как рекомендация для регионов российских установить планку региональных выплат на сумму там не меньше 400 тысяч рублей опять же это не какой-то приказ что типа обязаны все установить это как бы такая рекомендация и видимо поэтому появилась информация что в ближайшие дни сотовые операторы якобы будут спамить людей с номера 117 россиян сообщениями что заключая контракт с моборной россии получишь сразу на руки от 800 тысяч рублей и плюс еще льготы но 800 тысяч рублей это типа федеральная единовременная выплата 400 тысяч и региональная тоже 400 тысяч вот тебе и 800 вот и тоже вот будет так вот спамить тоже еще один такой факт говорящий о нехватке темпа набора людей на войну при этом как я обещал на прошлой сводке как я обещал на прошлой неделе в итоге наконец-то вышел материал издания важной истории в котором мы тоже активно поучаствовали он касается темпа вербовки добровольцев на войну как там происходила работа взяли отчеты федерального бюджета где есть прям отдельные строки о сумме трат на вот эти вот те самые единовременные федеральные выплаты тем кто подписал контракт с именом обороны россии мы как мы знаем что типа все время до вот текущего момента сумма этой единовременной выплаты она была всегда одна и та же 195 тысяч рублей соответственно зная что допустим в этом квартале потратили столько-то миллиардов рублей на выплаты ты эту сумму делишь на 195 тысяч и получаешь сколько контрактов скажем так оплачено сколько контрактников оплачено сколько людей подписали контракт и пользуясь этими данными плюс добавив данные которые корреспонденты важных историй их исследователи нашли в плане оригинальных отчетов и прочего мы пришли к выводу вместе важной истории и команды сети что данные минобороны о их там их заявление о вот типа мы завербовали на войну там столько-то людей там 500 тысяч там 600 тысяч 700 тысяч они завышены как минимум на 15 процентов вот и как бы все данные говорит о том что как бы регионы не успевать за выполнением плана я это еще этот материал связывал еще с тем что обещал вам рассказать итоги нашего там созвона разговора с майклом кофманом в итоге чтобы мы расставили точки над и какие все таки верные какие наши единые мнения по поводу того какой темп вербовки людей на войну происходит прямо сейчас просил прямо в прошлом году как то же как вы помните наши данные очень сильно расходились то что там заявляла заявляли западные эксперты типа майкл кофман дара масик от иропли это что называли мы в итоге выяснилось два момента первый момент когда уже была подготовлена эта публикация важных историй и мы созвинились с майклом я понял что на самом деле мы говорили с майклом немножечко разных вещах то есть когда майкл и про прошлый год и про этот год говорил что типа темп вербовки допустим в прошлом году типа 30 тысяч человек месяц в этом году 20-25 он имел ввиду все категории то есть и те кто добровольно подписал контракт с миноборной россии и бывшие заключенные и срочники которых принудили подписать контракт и какие-нибудь там другие добровольческие подразделения то есть в целом приток новых людей на войну в этом заключалась его оценка когда мы называли свою оценку за вербовки на прошлый год и на этот год мы имели до исключительно добровольцев которые пришли подались рекламе пришли военкомат подписали контракт и отправились на войну потому что это отдельно важный момент потому что этот пока эта цифра показывает еще и уровень поддержки войны со стороны российского общества типа если тебя много добровольцев значит типа общество поддерживает войну видимо вот поэтому у нас как бы уже поэтому цифры сильно различались это первый момент второй момент в итоге проанализировав все вот эти вот данные по выплатам по отчетам федеральным региональным много продискутировав с многими нашими коллегами там из медузы медиазоны с вот западными экспертами продискутировав с коллегами из важных историй все это много так потратил много часов на обсуждение мы пришли к выводу что все таки мы ошибались наших подсчетах то есть полная наша оценка оказалась ниже чем она по факту есть примерно на примерно на 5000 человек в месяц то есть по факту она была выше и мы все таки ошиблись своих подсчетах сейчас после всех разговоров с майклом кофманом с другими экспертами с медизонной медузой мы расставили все точки над и и теперь у нас разногласий в оценках нету то есть получилось что дайте это в прошлом году темп вербовки людей на войну вообще всех только вот добровольцев но там и вот срочников и там зэков общий приток или новых людей на войну получался типа там тридцать тысяч человек в месяц в этом году получается сейчас там больше темп упал он на больше двадцати тысяч человек в месяц вот вместе это добровольцы а вместе с кем-нибудь там всякими срочниками и зэками может он получаться до двадцати пяти тысяч в месяц то есть в этом плане тоже мы сходимся с оценкой в оценке с западными экспертами мы это все обсудили остались точки над и больше никаких противоречий нет и даже про то что как видите получается что темп все таки больше чем чем заявили мы изначально все равно этого темпа не хватает потому что как видите и повышать федеральную выплату занимаются и спамом и очень мало где это приносит какой-то конкретный результат то есть пока что это один маленький маленький участок фронта конкретно очеретинско-покровское направление или очеретинско-мерноградское направление вот там они продвигаются на торецк направлении гораздо хуже продвижение она направление от новомихаиловки и на константиновку при том что там применяется гигантское количество бронетехники вообще фактически продвижения нету хотя видеозаписи поступает с боями. Оттуда каждый день. Прямо с бронетехникой. Так что при этом при всем при этом все равно людей не хватает. Но и в итоге получается если данные Нью-Йорк Таймс, про которые я говорил в прошлой сводке, верны, что после ужесточения мобилизации Украины у них темп сейчас 30 тысяч человек в месяц, то получается вот прям в текущий момент, вот в этот день, условно говоря, у Украины темп вербовки людей на войну, призывы людей на войну, не знаю, больше, чем у России. Это не то, чтобы дает нам возможность говорить о том, что, допустим, таким образом Украина скопит необходимое количество сил и значит можно говорить о каких-то контрнаступательных операциях в 2025 году. Нет. Мы пока что не видим никаких перспектив в пользу этого. В первую очередь потому, что не ходят даже никаких разговоров о масштабном подчеркиваю, масштабном вооружении армии Украины на следующий год. То есть, да, вот эти пакеты от Европы есть, а пообещанные, типа там, трата не менее 40 миллиардов евро, кажется, насколько я помню, на следующий год, но это, типа, просто поддерживает текущий темп, не более того. Даже потому, что, типа, оборонка европейская и американская выйдут к следующему году на запланированный темп производства снарядов. Все равно ведь нужны не только снаряды, но еще и там танки, БМП, артиллерия, бронетехника. Все это тоже нужно. А пока что разговоров об этом никаких. И поэтому, даже потому, что сейчас темпа притока людей Украины выше, это не дает пока что каких-то супероптимистичных ожиданий на следующий год, что, типа, вот им удастся скопить силы и подготовить какое-то контрнаступление на 2025 год. Пока что ситуация, увы, по-прежнему такая же, что дефицит на силу наблюдается, плюс этих людей, набирающихся, еще нужно вооружать, готовить. Возвращаемся к заявлению Зеленского, что про 14 бригад, что у нас только три вооружены. Вот, поэтому это дает только возможность удерживать текущий темп, не более того. Ну, а, ну и вот просто хотел еще показать из нашего совместного материала график, который мы составили нашей коллеге из важных историй, как это выглядит. Вот более светлые столбцы, это число, которое получалось путем деления трат федерального бюджета на 195 тысяч рублей, сколько это получается новых контрактников, и столько при этом в тот же самый момент завлияло Минобороны России, насколько вот разнятся цифры. Вот так это выглядело. И под конец сводки я бы хотел прокомментировать пару заявлений внезапно Артемия Лебедева из нового ролика «Дудя». Да, я видел много в этих комментариях, типа, зачем вы пиарите говно, зачем вы пиарите пропагандиста, зачем вы их вообще там цитируете, разбираете, вы только помогаете им в пиаре. Я так с этим не согласен, не считаю, что помогаю в пиаре, плюс, как видите, сейчас один из самых популярных проектов в сфере антивоенчины, скажем так, это, всем знакомый вам, телеграм-канал Вани Филипова на «Западном фронте без перемен», где он, как раз, разбирает тех самых пропагандистов, и все это читают, и все это разносят, так что все эти вот аргументы, типа, ой, не нужно обсуждать все эти пропагандисты, это мимо кассы. Я смотрю и читаю, потому что пытаюсь порой увидеть заранее какую-нибудь логику применять в своих аргументах против наших материалов. И просто Лебедев, он еще уникален тем, что по обе стороны информационного фронта есть огромный запрос на спикеров, которые доносят информацию максимально так вот без какой-то там суперэмоциональной окраски, без каких-то там ярких выпадов, то есть максимально взвешенно, спокойно, с объяснением логики, без, ну, постараться там без пропагандистских штампов и так далее. И Лебедев, как такой умелый оратор, умеет все это объяснять спокойным тоном, даже при самой страшной теме, и выстраивает достаточно правдоподобный там логические цепочки, из-за чего его влияние в этой пропагандистской сфере огромное, как я вижу. И я сталкивался, к сожалению, с теми ситуациями, когда у меня есть знакомые, которые остались в России, которые поддерживают Путина, я их пытаюсь порой перезомбировать, и я вижу, как они часто используют аргументы, которые они услышали в роликах Лебедева. Так вот, как вы знаете, этот свежий ролик Лебедева-Дуджу там гигантский по длине, там три с половиной часа, я разберу буквально пару моментов, которые напрямую относятся к нашей тематике, это наша специфика. Во-первых, там Лебедев сделал выпад в сторону Дудя, типа, почему ты используешь термин полномасштабная война, это какой-то там пропагандистский штамп, видимо, у вас такая методичка, и так далее, и так далее. Нет, здесь периодисципиальная клича от ситуации с 14-го года по 22-й, именно в уровне интенсивности войны. Если вот таким вот людям не нравится фраза полномасштабная война, по чем подразумевается, что вся армия задействована, а не какие-то там отдельные подразделения, то окей, можно назвать это по-другому, что с 14-го по 22-й год это конфликт там низкой интенсивности, ограниченные локально, а с 22-го года это конфликт высокой интенсивности с применением всех типов вооружений, ну типа там авиация, флот даже, ракеты, там артиллерия, танки, все что угодно, вот. А в те времена это было другое, то есть это просто разный уровень вовлеченности государства и войны в собственно боевые действия. В этом суть термина полномасштабное вторжение. Это первый момент, который я прокомментирую. Вот. Ну там Дудь пытался сказать типа ну вот раньше была гибридная, а сейчас типа полномасштабная. Гибридная, нет, как я говорю гибридная, на самом деле имеется ввиду, что типа это временно и в плане на земле боевые действия и в плане информационного противостояния. Вот это обычно это имеется ввиду под гибридом. Еще один момент, полнейшую чушь сказал Лебедев, когда Юрий попытался у него так спросить, типа вот ты, Артемий, писал, что тебе хочется, чтобы российские войска прошли еще чуть-чуть и зашли в Одессу и как бы вернули ее в Россию, как он так называет. Типа потому, что типа ему хочется, чтобы снова были прямые рейсы из Москвы в Одессу, чтобы он туда летал и кушал вкусно и отдыхал там в Одессе, там в красивом городе, который ему так как-то нравится. И Юрий объясняет, что типа это продвижение невозможно без собственно боевых действий, потому что понятное дело украинцы будут сопротивляться и будут людей погибать. И вот но при этом ты, Артемий, не хочешь, чтобы твои дети совершеннолетние, у него есть там двое сыновей, которому больше 18 лет, чтобы они попали на войну. То есть получается ты, Артемий, хочешь, чтобы твое желание было достигнуто жизнями чужих детей. И он там начал вести аргументы, Артемий, после того, что типа на войне должны воевать профессиональные люди. И Юрий у него спросил, типа, а вот после мобилизации это профессиональные военные были? И вот тут Артемий выдал полный чушь, что типа ну у всех у них есть военно-учетная специальность, поэтому да, можно считать, что это профессиональные военные. Это полнейшая чушь. Ну, во-первых, профессиональная военно-учетная специальность присваивается там конкретно, если ты там прошел какую-то учебку, там военный вуз какой-нибудь и прочее, либо если тебя дает военник, а ты ничего такого не проходил, не проходил, то типа присваивается вуз по номерации 999, которая означает, что просто что у тебя нет, у военно-учетной специальности. Но чисто технически высовка у тебя есть. Вот. Плюс мы же с мобильным следим с самого начала и огромное количество всех мобилизованных никакого отношения к армии не имели. У них не было никакой ни военно-учетной специальности, никакого там курсов молодого бойца, никакого там военного образования, ничего подобного не было. Они не являются профессиональными военными и не являлись ими. Поэтому это тоже для стороннего зрителя, который послушает Лебедева, звучит типа о, круто, аргументированно, правдоподобно, типа на войне погибают только профессиональные военные, потому что у них есть военно-учетная специальность. Типа ну да, звучит правдоподобно, наверное, так оно и есть, поэтому теперь я буду повторить аргумент везде. Это чушь, ничего подобного нет. Нам мобилизовали людей, в том числе тех, у которых нет никакой военно-учетной специальности, моменты я хотел разобрать, потому что они напрямую относятся к нашей тематике, мы в ней разбираемся по части этого ролика. Ну а так, это в целом все по сегодняшней сводке. Еще раз поздравляю всех друзей, близких, родственников, обмененных политзаключенных. Радостный момент. Надеюсь, что с ними дальше все будет хорошо и мы скоро увидим их в плане каких-то активностей. Давайте не забывать про других политзаключенных тоже и давайте не забывать про то, что у нас продолжается война, мы должны принимать все усилия к тому, чтобы максимально скорее ее остановить и освободить все захваченные территории. Спасибо вам, что смотрели эту сводку и до встречи с вами понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok